Привет, привет всем! Ну и наконец-то сегодня продолжение темы о цепи ГРМ. Месяц назад я рассказывал, как проверить натяжение цепи ГРМ. Диагностика, признаки неисправности. И ссылку на тот видео оставлю ниже в описании этого видео. Когда я снимал тот видео, было установлено, что растяжение цепи у меня на машине было максимальное, и срочно нужно было заменить ее. Так как я на этой машине изжимал и до зарплаты еще оставался примерно 20 дней, было принято решение подождать, и как только получу зарплату, сразу заменить цепь. Но не тут то было. Как говорится, человек рассуждал, а Бог смеялся. Где-то до недели до зарплаты ездил по городу, и вдруг увидел подмигивание человека с сигналкой. Человек то гасло, то и снова подмигивал. Остановил машину, поднял капот, попросил друга казануть чуть-чуть, и с места, где размещенную цепь ГРМ, услышал какое-то журжание. Все, подумал я, приблили. Заглушил мотор и звонил знакомому механику. Объясняю, в чем дело, и спрашиваю, можно ли доехать до мастерской своим ходом. К счастью, мастерской была близко, не более полкилометра. Механик говорит, можно, но очень потихоньку. Если что, остановить машину и сразу глушить мотор. Доехал. Механик открывает капот и подслушивает. Да и он знал, что цепь у меня растянут, и через несколько дней я собирался заменить ее. Он разъединил штеггер электромагнитного клапана фазорегулятора, и при подготовке звуку странного журжания пропал. Говорит, цепь и фазорегулятор тоже срочно нужно менять. Он объяснил, куда, как нужно искать и купить распредвал с фазорегулятором. Ну и, конечно, нужно было купить цепь. Ну вот и итог ремонта. Заменили сальник коленвала. Купили новый цепь, по всей вероятности китайского производства. И заменили этот старый. Мастер сказал, что уже, наверное, 30 раз устанавливал именно те цепи, и пока никто не жаловался. Оригинала не было даже в самом известном складе сервиса. Но и сами знаете, снецы никакие. Был цепь какой-то немецкой фирмы, но под брендом зарубежных фирм 90% товара выпускается в том же Китае. И цена была три раза выше. После разборки было выяснено, что из опоры было выдавлено масло клапан с сеточкой. И нужно было ее тоже менять. Заменили также распредвал фазорегулятором. Новый, оригинальный, стоит космические цены. Купили БУ. Если не замечаются серьезные дефекты на распредвале, можно их ремонтировать. Нужно только лишь разобрать фазорегулятор и заменить пять штук лопаток внутри. В России можно легко достать эти лопатки. И при замене цепи ГРМ тоже рекомендуется замена этих лопаток. Если кто хочет углубиться в этом теме, читайте, пожалуйста, интересную статью. Ссылки оставлю ниже в описании этого видео. В моем городе эти лопатки никто не готовит и не ремонтирует фазорегулятор. На коленчатом вале было следить царапин, и поэтому все-таки ремонтировать такой вал не имеет смысла. Ну и как видно, между опорой и коленчатым валом образовался маленький люфт, где может теряться давление масла. Поэтому окончательно было принято решение заменить их обе. Заметили также на крышке ГРМ следы касания цепи. Вот почему слышны были, по-моему, жужжане. Но мне интересно, зачем этот звук пропадал, когда штекер сенсора фазорегулятора был отключен. Если кто может объяснить, пожалуйста, пишите в комментариях. Мы все будем вам благодарны. Мастер сказал, что эти следы от другой цепи, которая была раньше на этой машине, пока я ее купил. Но я не уверен в этом. Вот и хочу попрощаться. Если для кого-то было что-то полезное, пожалуйста, подпишитесь на канал и вставьте палец вверх. Спасибо всем за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok